Десятки ведущих специалистов страны приехали в Севастополь представить свои научные доклады, посвященные различным аспектам спутниковой навигации и системы безопасности. Трёхдневный научный форум разбили на блоки сессий. Инфраструктура спутникового мониторинга, направление развития геоинформационных систем, морских геофизических исследований на Черноморском шельфе, наблюдение за опасностями и угрозами природно-технической сферы и многое другое. Дело в том, что навигационная система, она из года в год становится всё точнее, точности растут, растёт точность определения координат потребителям, растёт точность передачи шкалы времени. И эта работа, она сопровождается улучшением измерительных способностей, то есть необходимо проводить калибровку аппаратуры постоянно для того, чтобы эту точность обеспечивать. Заботятся учёные не только об улучшении вычислительных возможностей, но и об экологии. Севастопольский институт природно-технических систем представил доклад по биоэлектронным измерительным структурам. К живым водным организмам подключаются электроды, которые фиксируют реакцию биотов на загрязнение в морской и пресноводных средах. Мы представляем также измерительные приборы, которые могут быть использованы в автономном режиме. То есть это как в перспективе создания системы автономной электронной с общим центром для обнаружения отравляющих загрязнений, например, на системе водозабора, водоканали, где подходит пресная вода, например, Чернореческое водохранилище или Черная речка. В прибрежной акватории разработки запатентованы и есть готовые образцы. Остается только аттестовать уже в российском пространстве наши измерители. И в принципе для создания подобной системы или хотя бы начала ее создания требуются очень небольшие средства, и дальше эту систему можно будет развивать. Завершится научная конференция 7 июня. Представленные доклады войдут в периодические научные издания. Иван Клепачев, Андрей Вовк, Севинформбюро.